Безусловно, ключевой элемент — это компонентная база. И вся, если вы посмотрите программа развития технологий в Российской Федерации, которую сейчас разрабатывает Милпромторг, эта программа направлена в первую очередь именно на компонентную базу. Что для авиастроения, что для судостроения, что для автопроизводства, что для нашего ЖД-транспорта. Поэтому вот здесь, безусловно, поле огромное. Но, слава Богу, есть страны, которые продолжают это сотрудничество с нами. У нас есть возможность организовать производство в дружественной стране. Развитию мешает страх. На мой взгляд, самое главное, чего всегда — дефицит. Вовсе ни железа, ни технологий, ни денег, как это принято всегда. Дефицит людей, которые способны принимать ответственные решения. Особенно в такие времена, в которые мы сейчас живем. Вот таких людей всегда мало. Это люди, которые в условиях стресса способны принять решение. Они психологически готовы нести ответственность за неправильно принятое решение или невыполненное решение. И вот наличие таких людей, на мой взгляд, это и есть ключевой аспект, так сказать, и развития, и достижения поставленных целей. Их нужно холить, лелеять, заботиться о них, и мотивировать их на то, чтобы они эти решения принимали. Причем это касается не только бизнеса. Россия — это страна людей, без всякого сомнения, талантливых, образованных, умных, ярких. И сегодня спрос на этих людей очень высокий. И я надеюсь, что при правильной организации их работы мы получим очень такой значимый результат. Точки роста — это технология, безусловно, это развитие технологии. Мы ее никогда не останавливали, поэтому, мне кажется, мы достаточно легко прошли вот наиболее такие острые времена введения соответствующих ограничений. Например, речь может идти не только о станках, оборудовании, каких-то запасных частях, но и о программном обеспечении. Мы в свое время приняли решение, что у нас нет какого-то единого иностранного поставщика программного обеспечения. Мы работаем с разными совершенно компаниями и интегрируем их в единый ландшафт, IT-ландшафт нашей корпорации. И в результате так получилось, что мы независимы ни от кого, кто поставлял вот эти вот единые коробочные так называемые решения. Безусловно, будем продолжать эту работу. Мы достаточно много уделяем внимания развитию именно IT-технологий, цифровизации. Очень много ведем проектов с нашими основными заказчиками, в частности, с российскими железными дорогами. Много делаем проектов, опять же, в области диджитализации, в смежных сопряженных с нами видах бизнеса. Например, таких как логистика, расчеты. Вот одна из наших таких больших знаковых цифровых платформ, это платформа Lighthouse, она здесь тоже представлена на форуме. Она, так сказать, призвана обеспечить в современных условиях более эффективную систему расчетов. Поэтому точки роста нашей компании лежат не только внутри наших технологических направлений развития традиционных для нас, мы их, еще раз подчеркиваю, никогда не останавливали и продолжаем последовательно их развивать, но и в тех областях, которые нам способствуют, содействуют нашему активному развитию. Мы отрасль, которая то, что называется дискретная, если говорить о производстве. То есть мы используем огромные в десятках тысяч единиц измеряемую номенклатуру поставки. Обеспечить своевременную эффективную работу наших сборочных линий, которые мы называем эталонными линиями, можно только если вы успеваете обрабатывать информацию о движении вот этого огромного количества запасных частей. Они должны оказаться на сборочном месте, то что называется вовремя. Это первое направление нашей работы. Второе направление — это вся аналитика, связанная со статистикой отказов, со статистикой эффективности эксплуатации нашего оборудования. Потому что наши заказчики, в первую очередь, поэтому судят о том, насколько мы эффективны. Тоже очень большой пласт информации, который мы собираем. Мы ее обрабатываем, и это позволяет нам организовывать работу по совершенствованию компонентной базы. Третье направление нашей работы — это все, что связано с расчетами и логистикой. То есть это управление физическим перемещением компонентов. У нас самая большая сеть в Российской Федерации, по которой ежедневно движутся элементы подвижного состава. Мы присутствуем больше, чем в двухстах точках — 234, если быть точным, Российской Федерации — от Калининграда до Уссурийска. То есть если вы к этому добавите разницу во времени, то вы поймете, что, так сказать, логистика в нашем бизнесе очень ключевой, очень важный элемент и фактор, который влияет на результат. Поэтому тоже необходимо внедрять цифровые технологии для того, чтобы обеспечивать ей эффективную работу.